На неделе Петр Порошенко обнародовал план мирного урегулирования, саму идею которого поддержали все Евросоюз и Москва, назвав позитивным сигналом. Но перемирие было нарушено практически сразу, снова стреляли по Славянску. В плане Порошенко 15 пунктов, в которых есть и требования к ополченцам сдаться, и угроза уничтожить их в случае отказа. Нет только слов о начале диалога, что полностью расходится с женевскими договоренностями. Мой коллега Павел Пчелкин читал планы Порошенко и думал, почему для разговора с собственными гражданами новая власть выбирает язык ультиматумов. Ё-моё, стреляют прям под боком уже сзади. Все присели. Вовремя уехал. Только по случайности обошлось без жертв, но ранен российский таможенник. И любой военный эксперт скажет, что случайным такой обстрел был. Вряд ли. Для наглядности пример. Вот учебные видео о том, как действует армейский минометный расчет. Команда «Заряжай». Выстрел. Перед новым выстрелом корректировка. И не только с помощью оптики. Огонь корректирует по рации штатный невидимый нам наблюдатель. Вблизи зоны обстрела. В Новошахтинском была не шальная мина, залетевшая из зоны боев. Это был методичный минометный обстрел российского таможенного поста в течение нескольких часов. Дальше говоря, прямая военная провокация. Казалось бы, зачем Киеву нужно провоцировать российских военных? У него и без того серьезные проблемы. Украинские власти, они не самостоятельные. Они опираются на внешних спонсоров, которые, собственно говоря, привели этих людей во власть. И выполняют их политический заказ. Политический заказ состоит в том, чтобы столкнуть Россию с Украиной, обвинить Россию в агрессии и ввести против нее ряд экономических, политических и, возможно, военных санкций. Киев в такой ситуации можно сравнить только с малолетним хулиганом, задирающим прохожего, в то время как в подворотне стоит целая шайка здоровенных детин, только и ждущая, что дядя не даст ему закурить. Даже так называемый мирный план, который Порошенко предложил Юго-Востоку, выглядит провокацией. Ультиматум из 15 пунктов, предусматривающий одностороннее разоружение Луганска и Донецка, заведомо неприемлем для регионов, проголосовавших за независимость. Порошенко, прилетевшего в Донецкую область с мирным планом и в натовской форме, местные жители встретили с недоверием. Мы можем позвонить сегодня в Славянск. Вы можете позвонить и сказать. За водой 5 километров, у них нет воды. Еще раз. Это рецепт лично пообещал. Завтра. Скажите им то, что я вам сказал. Вот видите, я же говорю под камерой. Завтра. Нет. Я стояла под обстрелом Градом. И Град не принадлежит этому ополчению. Градом обстрелили эти самые ополченцы. Зачем же вы говорите? Карачун был занят. Карачун был занят. Мы же с вами сейчас здесь не дискутируем. Я вам говорю. Просто я была в Славянске, а вы были нет. Порошенко лгал и про Грады, и про то, кто стреляет по жилым кварталам. И, как оказалось, про недельное прекращение огня. В первый же день украинская армия продолжила обстрел Славянска. Вскоре стала понятна и американская часть плана. В тот же день США выступили с угрозой. Если Россия не поддержит план Порошенко, будут новые санкции. Напряженность в отношениях России и Украины нарастает с каждым днем. Простой вопрос, кому это выгодно, снова расставляет все точки над «и». Цели США вполне очевидны. Двойной удар, во-первых, по России, поскольку это так или иначе дестабилизирует и ситуацию внутри России политическую, прежде всего, и экономическую, кстати, тоже. Но одновременно это удар по стабильности в Европе в целом, поскольку американцы постоянно озабочены одной проблемой. Как оправдать нарастающее военно-политическое, дипломатическое давление и присутствие в Европе. По сути, нынешняя Украина – это геополитический проект США, цель которого – создание в центре Европы зоны нестабильности, которая будет тормозить развитие экономик России и Европы. Украина как буфер, который должен мешать их сближению и блокировать поставки российского газа в Европу, ставя ЕС в экономическую и политическую зависимость от США. Не случайно провокационное поведение украинской делегации на трехсторонних переговорах поразило европейских посредников. Работать с украинцами бессмысленно. Они не принимают решений, они столько заряжены на конфликт. Американцы делают ставку просто на конфликт между Россией и Европой с помощью Украины. Украина должна быть таким конфликтным большим регионом, и вот между нами должен быть такой гореть огонь, чтобы мы не сближались с Европой. Мятежный Юго-Восток не вписывается в американский геополитический план. Не случайно неприкрытый геноцид русскоязычного населения бьет при политической, информационной, даже военно-технической поддержке американцев. США всегда стараются найти того, кто сделает за них грязную работу. Они всегда используют кого-то для этой цели. Так что по большому счету можно сказать, что сейчас они пытаются силами Украины, как пушечного мяса, а Евросоюза, как того, кто будет финансировать это пушечное мясо, столкнуть Россию и Украину для того, чтобы вывести Россию из конкурентного поля. По сути, перед Киевом поставлена задача во что бы то ни стало втянуть Россию в войну, демонстративно уничтожая пророссийское население Донбасса. Если же не получится этого, то хотя бы максимально зачистить территорию Юго-Востока от так называемых враждебных элементов, в разряд которых попало все мирное население. Не только, я подчеркиваю, не только ополченцы, которых называют сепаратистами, диверсантами и террористами, а и все мирное население, которое так или иначе может возмутиться и выступить против планов американского освоения этой территории. Напомним, Юго-Восток, непосредственно прилегающий к российской границе, интересен Вашингтону в первую очередь с военно-стратегической точки зрения, но и с экономической. Там, в так называемом Славянском треугольнике, в районе городов Славянск, Краматорск, Мариуполе, Красный Лиман, по мнению экспертов, значительные залежи сланцевого газа. Случайно ли сын нынешнего вице-президента США Бо Байден уже вошел в совет директоров украинской нефтегазовой компании «Бурисман»? Но армию трудно заставить стрелять в своих сограждан. Не случайно ведущая роль в карательной операции принадлежит правому сектору, наследникам нацистов Бандеры и Сухевича, под флагами которых во время Второй мировой войны украинские каратели вырезали евреев и поляков. То, что происходит в Одессе, или в Донецке, или в Луганске, это же оно. Когда люди говорят, живем, а вам говорят, ну, Колорадов сожгли. Это не фашизм, да это он. Так ведь четверть века, вообще-то говоря, это проводилось в жизни. Ну и кто должен был вырасти? Ну они и выросли. Порошенко действует четко согласно плану. Антироссийские провокации с его приходом к власти стали обычным делом. Одна из них явно спланированный погром российского посольства в Киеве. Толпа несколько часов бесчинствовала на территории депмиссии при полном бездействии милиции. Это прямое нарушение Киевом своих международных обязательств. Ни в одной цивилизованной стране мира такое представить невозможно. Примечательно, что в погроме приняли участие некоторые депутаты Верховной Рады Украины. И даже его министра иностранных дел. В следующий день в Одессе толпа под флагами Украины и правого сектора устроила беспорядки у российского консульства. И здесь, к счастью, милиция вмешалась, остановив молодчиков в масках. У четверых задержанных изъята взрывчатка. Серьезные опасения Москвы вызывает и пункт плана Порошенко о создании 10-километровой зоны безопасности на границе. Олигарх Коломойский даже стену намеревался там построить. Но сколь абсурдными не были бы эти планы, по сути, это односторонняя демаркация границы, которую за четверть века Россия и Украина так и не провели. Не было необходимости. Киев ищет все новые точки создания напряженности под чутким руководством США. Ну, у нас вообще происходит абсурдная ситуация, когда в СБУ уже имеется кабинет для американцев. Ну, это ненормально в СБУ. Когда вывешивают флаг штатов на СБУ. Ну, это как бы мы уже признаем, что мы дочернее предприятие, там, ЦРУ или что. В то время как на Украине усиленно формируют образ врага из России, сама незалезная быстро деградирует. Гражданская война и крах экономики. Подписание экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом, намеченной на 27 июня, запустит шоковый разрыв традиционных российско-украинских экономических связей. Потери экономики Украины, по оценкам экспертов, составят от 30 до 50 миллиардов долларов в год. Ни ЕС, ни США помогать деньгами не торопятся. А МВФ выделяет кредиты только при условии резкого сокращения пенсии и пособий, повышения цен на газ и электричество для всех потребителей. Рано или поздно властям придется за это отвечать. И совсем нетрудно догадаться, кого Порошенко обвинит во всех бедах Украины. Павел Пчелкин, Евгений Маруськин, Виталий Зайцев. Воскресное время. Первый канал.